Информационная продукция для детей, достигших 12 лет. Медиация – это форма урегулирования спора между сторонами спора. Для того, чтобы разрешить спор, люди могут обратиться к медиату для урегулирования спора своим добровольным, мирным путем. То есть, если я чем-то недовольна или я вправе подать в суд на человека, то мы можем, не давая до суда, решить дело мирным путем у медиатора. Да, то есть, получается, есть профессиональный медиатор, также есть медиатор на общественных началах. Профессиональный медиатор – это медиатор, который осуществляет свою профессиональную деятельность. А также есть медиатор на общественных началах. То есть, это медиатор, общественный медиатор, либо при рассмотрении спора в суде, им может быть, как судья-примиритель, сам судья, рассматривающий дело. Давайте здесь поподробнее. Медиатор – кто он? Кто может быть медиатором? То есть, если вы говорите, что есть судья-примиритель, значит, медиатор – это не судья? Медиатор – это не судья. Медиатором может быть профессиональный медиатор, то есть, это имеющий высшее образование, также достигший 25-летнего возраста и окончивший обучение на саму надеятельность медиатора. А также общественным медиатором может быть общественник, имеющий 40-летний возраст, старше 40 лет, не имеющий судимости, на общественных началах, так сказать. То есть, какой-то жизненный опыт должен быть у человека? Может быть, он разведен, не имеет семьи, не имеет детей, но при этом говорит семьям о том, как нужно жить и нельзя разводиться? И может быть старше 40 лет, имеющий, ну, конечно, жизненный опыт. И также он, общественный медиатор, он входит в реестр общественных медиаторов. То есть, ну, их, так сказать, избирают. Реестр, то есть, есть какой-то определенный список, куда не так просто попасть? Да, да, да. Там, ну, скорее всего, это выбирают из более, так сказать, общественных деятелей, общественники в основном этим занимаются. Хорошо, вы говорите, должно быть высшее образование. Какая специальность должна быть для того, чтобы стать медиатором? Для того, чтобы просто высшее образование. То есть, неважно? Неважно, да, юридическое или... Чтобы быть общественным медиатором, просто общественник, занимающий общественные деятельности... Хорошо, вы сказали про общественные, но если мы говорим уже о профессиональном медиаторе, то есть медиатору этой специальности не учат в институтах и в университетах, то есть как им стать? Ну, все вот правила, регламенты регулируются законом о медиации, то есть там четко написано порядок заключения медиативного соглашения, кто может быть медиатором, условия, вся процедура как проходит, получается, это все в законе написано. Любой человек, который имеющий образование, он может прочитать этот закон, ему все понятно будет. То есть это уже в законе, уже все описано более подробно. Есть ли какая-то статистика, может быть, или какой-то конкретный список, то есть сколько у нас в регионе медиаторов, кто у нас профессиональные медиаторы? Ну, это, так сказать, список, наверное, большой, его если считать, с каждым годом он обновляется, больше становится. Ну, конкретно сейчас я затрудняюсь ответить. Хорошо. Если говорить о сферах, то есть давайте, наверное, сначала обсудим, то есть в каких сферах применяется медиация, а потом уже поговорим о медиатах, которые работают в той или иной сфере. Так, основные сферы это семейные споры, трудовые споры, также эти споры, которые там по взысканию суммы и так далее. Это обыденный, так сказать, с чем человек часто сталкивается. Это вот семейные споры, также между юридическими лицами, может быть, споры по договорам и так далее. По подробному примеру можете объяснить? Вот, например, из брачно-семейных, вот, например, алименты, там, какие-то, может быть, между семьей, может быть, там, споры по имуществу и так далее. Если взять, например, по взысканию суммы или договор, там, неисполнение договора, по этому они могут, две стороны могут урегулировать, то есть сроки, там, например, один другому деньги должен, так сказать. Хорошо, ага. Они сроки могут обговорить, порядок, в каких количествах и так далее. То есть люди приходят, то есть между ними есть какое-то разногласие. Да, разногласие. Один, получается, здесь ответчик, другой естественный. Они приходят к медиатору, и медиатор пытается решить их спор мирным путем, не доводя до суда. То есть какая здесь выгода и какая польза? Получается, эти две стороны, они добровольно заключают договор, соглашение, так сказать, об урегулировании спора. То есть каждая сторона, она приходит со своими требованиями, и в ходе вот этого разговора, так сказать, обсуждения этого спора, они приходят на уступки друг к другу идут. То есть решают вопрос мирным путем, и это экономит не только время, да, но их, так сказать, не надо ходить в судебные тяжбы, то есть нанимать адвоката. Они могут сами решить спор мирным путем, добровольно. Госпошлина, которую оплачивают, она все-таки входит? Получается, при разрешении спора в суде, то есть эту госпошлину возвращают. А если они у медиатора, к медиатору обращаются, это могут быть так и общественные, так и профессиональные медиаторы. Там уже судебные расходы у них не будет. Они просто пришли к медиатору, разрешили свой спор, заключили соглашение, и это уже в письменном виде отражается условие их договоренности. Вы знаете, раз уж мы заговорили о своих работе, то есть, я так понимаю, профессиональный медиатор, он работает при определенном суде? Профессиональный медиатор, он осуществляет деятельность не в суде, а, так сказать, к нему люди обращаются. Так, это частный медиатор, они могут обратиться к нему. То есть, люди обращаются за определенную сумму? Да, за определенную сумму. Есть какая-то определенная сумма, которая выставляется всем медиаторам, или это, то есть, личное дело каждого медиатора? Ну, это так, ну, так сказать, это договоренность идет по сторонам, по проделанной работе, я думаю, так. И также, это не предпринимательская деятельность. Понимаю, но, то есть, если вы говорите, что суммы определенной нет, то есть, если один медиатор может назвать какую-то сумму баснословную, например, другой может вообще ничего не взять, то есть, это как-то несправедливо. Не считаете? Ну, я думаю, это от сторон зависит это все. То есть, хорошо. Какая сторона оплачивает услуги медиатора? Я думаю, так, они в общем по договоренности, как они согласятся. Могут ли стороны отказаться от услуг медиатора? Могут стороны, да, отказаться от услуг медиатора, ну, дальше уже они могут и в суде примириться при разрешении спора, но также и могут разрешать в судебном порядке. Это добровольно, никто никого не принуждает. Они, если одна из сторон против будет, то они уже будут, конечно, разбираться в суде. Вы знаете, вот такой вопрос из нашей беседы сейчас вытекает. То есть, мы говорим о том, что медиация, она помогает, то есть, разрешает споры, не доводя до суда, при этом человек не тратит не только свое время, но и свои средства. Но при этом медиатору они в любом случае должны будут оплачивать. Да. Ну, в основном, в основном, так получается, кто-то обращается к медиатору, в основном, для разрешения конфликта, это от его стороны это исходит. Кто обращается к медиатору, потом при разрешении спора, конечно, это происходит на ему взаимоуважение, друг друга уважают, чтобы, так сказать, было равноправие сторон, две стороны одинаковые для медиатора. То есть, что, например, сторона, которая обратилась, и сторона, которую пригласили, они обе две стороны равны. Медиатор при проведении своей работы, он беспристрастен, то есть, никакого отношения, например, к какой-то стороне он не может иметь. Но это то же самое, что судья-примиритель. Тогда в чем разница? То есть, при рассмотрении дела в суде, судья-примиритель по заявлению двух сторон, он может быть на общественных началах медиатором, а профессиональный медиатор в случае обращения к нему конкретно, он разрешает этот спор. А у судей при рассмотрении дела, там, гражданское или административно-процессуальное, при рассмотрении дела, стороны на стадии разрешения дела могут примириться. То есть, у них есть такое право. Хорошо. Допустим, люди обратились в суд, то есть, поступило заявление. И медиатора назначает сам судья или они самостоятельно ищут? Они могут самостоятельно обратиться к медиатору и потом принести в суд медиативное соглашение, чтобы судья утвердил это соглашение. Либо написать заявление в суд, чтобы судья, рассматривающий это дело, гражданское, например, он был медиатором, то есть, утвердил соглашение. И они уже в суде обговаривают уже условия медиативного соглашения. Хорошо. Судья выносят определение об урегулировании спора в порядке медиативного соглашения. И на основании этого определения оно становится именно медиативным соглашением. Все ясно. Общественный медиатор, в данном случае, как он работает? Общественный медиатор, в случае, если разрешается спор, да? То есть, стороны могут обратиться и к общественному медиатору, то есть, здесь разницы никакой нет? Разницы нет. А тогда какой смысл делить медиаторов на профессиональных медиаторов и общественных медиаторов? Видите, тут получается, медиатором может быть профессиональный медиатор. Это от 25 лет, имеющий высшее образование, а общественный медиатор, он как общественник выступает... Волонтер. Волонтер, да. То есть, на безвозмездной основе, в его интересах, просто примирить стороны. Просто примирить стороны. Хорошо. В данном случае, есть ли, например, какие-то категории дел, которые, может быть, не подходят одному или тому медиатору? Получается, у них при рассмотрении дела, да, если, например, в суде рассматривается, там есть определенный тоже порядок, что судья утверждает. А по уголовным делам, если при рассмотрении уголовного дела, там небольшой средней тяжести, судья уже, получается, при рассмотрении дела, к нему уже поступает медиативное соглашение по уголовным делам, заключенное у медиатора, ну, профессионального медиатора. То есть, я вас перебью, то есть, медиативное соглашение может быть даже в уголовных делах? Медиативное соглашение по небольшой тяжести и средней тяжести. К примеру? Которые подлежат, соответственно, законам, которые подлежат медиации. К примеру, какие это дела? Ну, к примеру, например, так сказать, один, например, одно лицо украло у другого телефон. Телефон возвратило, у потерпевшей стороны претензий нет, например. Украл телефон, ну, бывает. И, получается, они могут у профессионального медиатора заключить соглашение. Соответственно, вот этот подозреваемый предоставляет суду это медиативное соглашение. То есть, между ними спора нету имущественного. Хорошо, а как же сторона ответчика? То есть, здесь явно была кража. То есть, в данном случае суд здесь не действует? Суд при рассмотрении, он учитывает это все. При рассмотрении дела, он учитывает, вот, они примирились, примирились, настоящий закон предусматривает это. Ну, дело, возможно, будет прекращено. То есть, никаких последствий для ответчика, последствий не будет? Да, последствий не будет. Ну, в целом, если мы уже заговорили об этом, то есть, есть ли уже какие-то результаты? То есть, насколько сейчас активно пользуются люди медиаторами? Ну, в настоящее время очень много людей пользуются такими услугами медиатора, поскольку есть категория людей, которые не хотят оглашать, чтобы в суде, в суд вызывали, чтобы судебными тяжбами заниматься. Они урегулируют спор. У профессионального медиатора, к примеру, я говорю, пришли, они заключают это конфиденциально. Никто и не узнает. Только эти две стороны заключают, и сам медиатор знает. Но медиатор тоже не может разгласить. Это их тайна. Они пришли, заключили договор и исполняют обязанности по нему. Для того, чтобы конфиденциально было, никто об этом не узнал, люди могут сами пойти и заключить медиативное соглашение. То есть урегулировать спор без каких-либо последствий. А можно ли обратиться к медиатору, не подавая иск в суд? Да, можно. То есть до суда можно урегулировать спор как по семейным, мрачно-семейным делам, так и по имущественным спорам. И также вот даже по уголовным делам, то есть я вот ранее упоминал, то что такая ситуация может произойти. То есть сейчас поясним для наших телезрителей, то есть человек чем-то недоволен. И он понимает, что он может пойти в суд с этим заявлением, но при этом он понимает, что есть медиатор, который может решить их проблему, если сторона не согласна. Да, может обратиться к медиатору, потом медиатору он уже при рассмотрении его обращения, он может вызвать две стороны. То есть по данному конфликту или спору он вызывает две стороны, они обговаривают условия, определенные сроки, условия. И тогда уже, если сторона, которую вызвали, так сказать, сторона, которая обратилась, она дает данные, тот медиатор работает, к которому обратились, вызывает его и уже проводит беседу. То есть согласна ли сторона конфликта на медиативное соглашение и обговаривает условия проведения медиации, назначает дату, вызывает их и они уже обговаривают. В течение какого времени медиатор может работать со сторонами? Со сторонами в течение для примирительной процедуры предоставляется время, это 30 дней, максимальный срок это 60 дней. Получается 2 месяца. То есть 2 месяца медиатор может работать с одной парой, допустим, семье, которая хочет развестись? Да, 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 2 месяца. То есть отрицательный результат это тоже результат для медиатора? Ну это тоже результат, он работал, принял усилия, возможно после, вот у медиатора не получилось, да, они обратились в суд, возможно они в суде могут примириться. Это тоже, получается, медиатор им объяснил то, что действительно можно урегулировать спор миром, также они в суде могут быть при рассмотрении дела, тоже прийти к соглашению. Поскольку они уже заранее знают то, что это можно урегулировать мирным путем. Медиатор может отказаться от какого-то дела? И по каким случаям? Медиатор может отказаться, да. В случае, если одна из сторон не согласна, также если это противоречит нормам закона. К примеру? Ну есть такие дела, которые не подойдут. Одна из сторон является родственником, например? Возможно, да. Одна из сторон является родственником. Возможно, какой-то урегулирован спор не подлежит действительно медиативному соглашению, то есть получается по нормам закона, то есть не соответствует. В целом, вот сейчас из нашего разговора вытекает тот факт, что медиатор в целом играет очень важную роль в разрешении спора. Может ли он сделать какой-то вывод, что повлияет на решение суда? Да, то есть получается при рассмотрении дела судья, он обращает внимание как на положительную и на отрицательную сторону. Положительной именно является заключение медиативного соглашения для определенного лица. То есть при рассмотрении дела, там уже четко будет видно из медиативного соглашения, что стороны заключили соглашение. Почему? Потому что по одному делу может быть не одна сторона, а несколько лиц. Но при рассмотрении дела, вот, например, судья рассматривает дело, с тем, с этим лицом примирился, с тем примирился, с тем не примиряется. Вот, почему? Эта часть дела уже, по которому примирились, он уже по ним не будет рассматривать. Почему? Потому что спор уже отпадает, само собой. А по конкретному делу уже будет выяснять причины и уже обговаривать это. Ну и последний вопрос, напоследок. Медиация может быть обязательной нормой? Медиация сейчас, в данный момент, это очень актуальная тема. Почему? Потому что очень много споров возникает у людей. И с каждым годом она более актуальна. Почему? Потому что не ходя в суд, то есть обратившись к медиатору, можно решить свои, так сказать, конфликты. То есть, может быть, человек на работе, какие-то конфликты происходят, споры с работодателем, то есть урегулировать этот спор. Из семейных много вытекает. Ну и в целом, не тратить свое время и свои ресурсы. Да, да, да. Все верно? Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в студию. У нас в гостях был Еркен Исмагулов, и мы говорили на тему медиация. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok